И было показано откровение. Происходило рукоположение священства. Служитель возлагал руки на грудь братьев, и через его руки передавался огонь голубого цвета во внутрь, в их грудь. Затем им были переданы два пера. Я еще не знал этого откровения, когда я вам сегодня утром говорил о двух перьях, о двух ангелах. Огненное перо и белое перо. От двух ангелов, которые были за братом Романом. Я верю, что сейчас эти ангелы, они здесь находятся. Огненный ангел и белый ангел. Некоторые люди в церкви видели их, и даже дети. Наши дети. Иногда Господь открывал, когда они видели ангелов здесь на сцене. Как здесь двигается Дух Святой. И ангелы, и Бог. На шлем на их голове брат Роман одевал прибор видения и учил отстраивать красный луч, который может перейти в будущем, в голубой. Затем на посвященных священствах одевались серебряные доспехи. Эти серебряные доспехи были им даны для того, чтобы держать огонь в своей груди. Снявшие же доспехи теряли огонь, который постепенно угасал, и они уже не могли удержать его в себе. Также доспехи имели функции защиты от врага, от меча вражеского и стрелы. Очень хорошее стратегическое откровение. Отстраивать красный луч нам нужно сначала научиться о крови, потому что победа над драконом, она лежит в основании крови лежит, в основании откровения крови. Кровь вмещает в себе все искупление, всю искупительную работу Христа. Через кровь это все. И две самых главных функции, ключевых, это освобождение и очищение от всего того, что приносит смерть, от зависимости и власти дьявола. Кровь нас, она освобождает и уводит в свет, уводит в жизнь. Это главная функция крови. И все, что с этим связано. Прощение грехов, уничтожение грехов, а очищение перед Богом, окропление кровью, очищение совести, хождение в чистой совести, через кровь, а не через делание или неделание. И вторая главная функция крови заключается в наделении силой. Потому что, когда мы пьем его кровь, нас поносят неверующие люди, так называемые верующие, что мы пьем кровь. Конечно, мы пьем много крови. Практически я чистый, настоящий кровопийца. Мы пьем кровь Иисуса Христа, потому что в крови жизнь. Иисус сказал, «Если вы не будете пить моей крови, вы не будете иметь жизни. Но и кто будет пить мою кровь и будет есть мою плоть, тот будет иметь жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Поэтому вторая главная функция крови заключается в том, чтобы пить жизнь. Это питание. И через кровь приходит откровение Духа Святого. Когда мы принимаем вечерю, то в крови жизнь – это живая кровь. Но тело уже отдало эту кровь. И поэтому это символ смерти, о котором сказал Христос. Когда вы принимаете чашу, вы смерть возвещаете. Потому что это символ смерти. Но она дает нам жизнь. Он отдал свою жизнь и умер, чтобы нам жить вечно. Произошла эта замена на кресте. И пастыря должны учить о крови. Они должны в их послании, даже если они касаются другой темы, должно идти между строк, между слов откровение искупительной работы креста. И где это есть, люди в силе будут ходить. Где нет этого откровения, у них только дела. Надо молиться, надо поститься, надо евангелизировать. Это не Евангелие вообще. Евангелие – это открытый Христос. И мы учим отстраивать красный луч на священстве. Потому что священники должны приносить жертву и за себя, и за народ. Они отстраивают красный луч. И красный луч должен перейти в голубой. Написано в будущем. Это говорится о том, что еще есть над чем работать. И голубой луч символизирует откровение Духа Святого. Голубой и красный луч дают нам доступ к откровению. И откровение о крови высвобождает откровение Духа Святого. Потому что дух и кровь связаны в одно. В Иисусе Христе дух и кровь были одно. Это была личность Иисуса Христа. Не кровью только, но водой и кровью, и Духом пришел Иисус Христос. И стал целостным, полным словом, полным благодати и истины. И в нем явилась благодать на благодать. И поэтому без крови не может быть чистого, верного откровения Духа Святого. Потому что кровь и Дух – это одно. Серебряные доспехи символизируют искупительную работу Христа. Символизируют веру. Потому что на искупление зиждется чистая вера. Искупление – серебро. Серебро – это искупление. И они одеваются в искупление. Священники несут искупление. Они несут искупительную работу Христа. Потому что все, кто связывается с этими людьми, сразу входят в Божье присутствие. Если вы свяжетесь со мной, я переведу вас в Божье присутствие. Если вы свяжетесь со мной, я переведу вас в Божью благость. И вы будете в Божьем спасении. Если вы будете со мной, то вы будете спасены. Вот что значит серебряные доспехи – искупление. Все, кто свяжется с тем, кто входит в серебряные доспехи, будет спасен. Вы слышите? Мы не играем с этими вещами. Мы не делаем это двояко. Мы делаем это однозначно. Если вы свяжете свою жизнь со мной, вы будете спасены. И так должно быть со каждым священником. Вы можете не послушаться. За это я не отвечаю. Ваше пребывание в собрании не делает вас спасенными. Если вы ходите в гараж, вы не станете машиной. Если вы сядете на яблоки, вы не станете яблоком. Если вы ходите в собрание, вы автоматически не станете спасенным. Вам нужно войти в удел, в удел, в один дух и в послушание Слову, которое передается от Господа. Снявшие доспехи они теряли. Так, серебряные доспехи были даны для того, чтобы держать огонь в груди. Да, без искупления огонь невозможен. И священник горит огнем. Представьте, вот погашенный священник идет. Но что это за священник? Ты представь себе, ты связываешь с ним жизнь, он служитель, рукоположенный священник. Про машины, про работу, про бизнес. О чем с ним можно говорить? Про сплетни. Но даже религиозную тематику возьми. Он в этом варится во всем. Про рыбалку. Про охоту. Я не хочу быть стухлым пророком. Я не хочу иметь этот дух старого пророка. Мне неинтересно. Не только неинтересно. Я себя заставил, чтобы мне было уже неинтересно. Это тренировка многих лет. Это сознательный выбор смерти на кресте. Это сознательное ограничение, аскеза, чтобы быть на кресте. И я не хочу быть современным парнем, который за словом в карман не полезет. И у которой в тренде мне наплевать на эти вещи. Я хочу быть с Богом. Со своим великим Богом. Аллилуйя. А современными парнями мы попеседуем. Не проблема. Вы здесь сегодня? И вся эта муть, повторяя, подхватывают это все. Серебряные деспеки теряют. И они не могут держать настоящий огонь в своем сердце. Посвящают свою жизнь для того, чтобы у них община выросла максимально и была больше, чем у других. И весь этот бред не является освященным мотивом. И он выглядит религиозно. На слух вроде ничего. Но на самом деле, если в сердце нет огня, это не работает. И вся эта компания, она может быть не церковью. И они не могли уже удержать этот огонь. Потому что снялись серебряные допросы. Потому что искупительное откровение, искупление креста, связь с распятым была утеряна. Мы видим это. Я вижу это своими глазами. Я раньше удивился, но я получил откровение. Мы с братьями говорили об этом. Что эта разница не только в вечности будет. Между служащими и не служащими. Она открывается, когда мы входим в апостольский огонь. И сразу видно огромную разницу. И братья тускнеют. Чернеют. Очень с большим ускорением. И это норма. Это нормально. И когда мы бежим за тем, чтобы они не тускнели, не чернели. Потому что это их выбор. Они просто отстают. Они не дотягивают. И боимся их потерять. Мы теряем идущего в спину. И боимся. И делаем компромисс. Между мертвыми. Вы видели? Дома между городом и кладбищем. Вот примерно такая жизнь священников. Которые боятся потерять людей. Они строят дом около кладбища. Вам нравится жить у кладбища? Я думал все время. Как там жить? Там же мертвецы ходят по ночам. Ты такой. Пойдем погуляем, детки. Тут вот видишь, бабочка летает. Ой, прости, в могилу провалился. Кладбище. Это сторона молчания. Нам нужно гоняться за Богом. Нам нужно гнаться за Богом. И мы идем к мертвым. Начинаем там разводить все эти вещи. И, конечно, это непросто. Мы говорим о пасхе, командах, об обечестве. Это очень важно, чтобы это работало. Но святилище нельзя оставлять. И настоящий священник живет в святилище. Он не покидает его. Он там обитает. Вот здесь он всегда ставит первый приоритет. Это Божье присутствие. Это хождение в огне с ним. В откровении с ним. Это чтобы с Богом. Ты берешь этого человека? Может быть, у него небольшая община, еще не такое яркое служение. Но он ходит с Богом. У него есть Божье Слово. У него есть Божье присутствие. У него есть откровение. У него есть связь с Богом. И у него есть огонь и серебряные доспехи. И они также имели функцию защиты от врага. То есть от вражеской стрелы. От врага. То есть это защищает. Ну как тебя можно сломить? Как тебя можно победить? Нельзя тебя победить. Ты непобедимый человек. Ты не можешь. Ты только побеждаешь всех. А тебя победить никто не может. Потому что ты воин Христов. Ты священник Божий. Вот ты такой священник. Не батюшка, которому руку все целуют. А священство святое. Вот оно, священство. Пророческое. Духовное. Помазанное. Апостольское. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Иисус Господь. Аллилуйя. О, как это ненавидят плотские. Которые ставят свое служение на общении. На отношениях. Сидеть часами и болтать. Навред себе. Собираются. И они говорят. У нас такая любовь. И болтают. Вместо того, чтобы молиться и проповедовать. Чтобы спасать грешников. Мы такие классные. У нас такая любовь в церкви. Ни у кого такой нет. Ты приходишь и тебе. О, тошнит. Вы понимаете? Не пролезет это душевно. И огня там нету. Потому что пластмашным ножичком делает себе царапины. И ангел не может вложить ему огонь. Потому что она поставит сердце под меч. Нравится тебе или нет. Господь рассекает. Вкладывает угли, горящие огнем. И закрывает. И ты ходишь. А огонь в тебе есть. И тебе не надо напрягаться. Потому что он с тобой. Где бы ты ни был. Вы здесь. Сейчас прямо здесь сидит пять категорий людей. Первая категория. Апостольская категория. У них три вида животных. Помазание с тремя измерениями. Телец. Рабочий. Пахарь. Терпеливый. Труженик. Который может трудиться на деле Божьем. Для которого труд для Господа является смыслом жизни. Стилем жизни. Ему не нужен Египет раз в году. Ему не нужна Турция и Таиланд. Он служит. Все. Второй уровень его измерения это Орел. Он смотрит. И он пророческий. У него всегда есть откровение. Он всегда знает, что Бог говорит. Он всегда ходит с открытыми глазами. И у него есть взгляд Орла. Он видит, в чем движется Божий народ. И он знает Господа голос. И Божье Слово было высвобождено. И Бог говорит с ним. Орел. Каждое движение мыши видит на земле. Он видит все. И он сильно не напрягается. Он просто парит. И наблюдает. Это его стихия. Пророк. Это мы говорим о первой категории людей. С тремя измерениями помазания. И третье измерение помазания это Лев. Власть. Сила. Непосредственное восприятие происходящего. Дух. Власти и силы. Дух Царства. Царственное измерение. Хищный. Лев. То, что сейчас мы здесь переживаем, это наше место. Здесь Бог нам дал абсолютную свободу возвещать Царство Божие, не боясь. Мы сейчас не думаем о цензуре вообще. Мы сейчас не боимся, что кто-то будет слушать это Слово, и потом мы будем отвечать перед ними. Мы свободны проповедовать то, что дает нам Бог. Это Лев. И львы двигаются так. Они идут, и ты посторонись, пожалуйста. Это помазание Льва. И это измерение Апостола. Апостол имеет все эти три уровня помазания. Телец, Орел и Лев. У него есть прибор. Космический скафандр. Он космический человек. Вы не можете это себе придумать. Ну, можно купить игрушечный в сувенирном магазине скафандр. И ходите, делайте себя космонавта. Вы даже можете одеться в скафандр в воскресенье. И сказать, братья и сестры, можно я вот так попроповедую? Но помазание не купишь, и его не подделаешь. Оно есть или нет. И у него есть прибор в космическом скафандре. Настройка луча. Его луч исходит из глаза, преломляется через определенный кристалл. И выдает сгусток пучков световых измерений, который идет точно, ясно, контрастно и целостно. И он высвобождает апостольский взгляд. Многоцветный. Измерение правления над всеми сферами. Касается всего и судит обо всем. Не проблема. Второй тип людей. Не космонавты. Воздушные. Это должны быть служители, епископы, региональные. Это мы уже по земному говорим. Но они тоже воздушные. У них вооружение шестого уровня. Сверхзвуковые скоростя. Шлемы. Выдерживающие давление. И у них голубой цвет в приборе. Апостол отстраивает их прибор. И они здесь есть на этой конференции. И они должны видеть духовно. Голубым цветом. Исходящий взгляд. Они воздушные, заметьте тоже. Тот космический, эти воздушные. Третий тип людей. Пастыря. У них земная каска. Это хорошо. Шлемы спецназа. Прибор. Видение. Супер видение. И у них красный. Луч. И они смотрят красным. Апостол настраивает. Этот луч настраивает. И они должны понимать и видеть красным. Спецназ. Пастыря. Спец подразделения Господа. За ними идет четвертая категория. Это лидеры. У них есть тоже видение, но у них нету шлема. Они без шлема. У них есть видение. Шлем дается не каждому. И у них желтый. И они смотрят и видят слово золото. Золото веры. Драгоценное. И они отстраивают свой луч желтого света. И смотрят Божьими глазами. И третья категория. Пятая категория. Это народ Божий. Вы знаете. Даже на войне всегда есть народ. Который должен содержать армию. И апостол Павел сказал. Мы соработники у Бога. А вы Божья Нива. И он обозначил, что не все апостолы, пророки, евангелисты есть Божий народ, который является Божьей Нивой. И он нужен. И он любим. И он прекрасен у Господа. И у них есть тоже прибор. И у них есть тоже прибор. На глазу. Другой категории, конечно. И он видит белым цветом. Его луч белый. И так цветной, голубой, красный, желтый и белый. Но все должны видеть. Должны видеть все. Не должно быть ни одного человека, который здесь не видит. Воздайте Богу славу. Иисус. Это то, что Дух Святой открывает нам. Мы радуемся здесь. Аллилуйя.